Прошу принять меры по поводу вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконным отказ. Иванов Дмитрий Иванович, 18 января прошу... Прошу разобраться в ситуации, положившейся... Насколько можно ходить и просить. Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» и я, её ведущая, Анна Серикова. Врач, адвокат и священник. Этим людям мы привыкли доверять самое сокровенное. В надежде, что максимальное количество информации только улучшит наше положение. И, естественно, мы рассчитываем на их помощь. Безоговорочно веря в честность и порядочность. Тема нашей программы сегодня – недобросовестные юристы. К нам обратилось сразу несколько человек с жалобами на юристов. Один адвокат взял задаток, но не выполнил свои обязательства в установленные сроки. Другой просто не сообщил, что есть возможность подать касацию и выиграть дело. Третий перепоручил вести дело своим помощникам, которые не только благополучно проиграли процесс, но и не уведомили клиента о решении суда. Затем и вовсе в деле появилась поддельная доверенность. Юрист, который помогал мне решить один вопрос, просто не явился на заседание, за что ему большое спасибо. Причем все эти, нанятые за деньги специалисты в области юрисфруденции, обещали благоприятный исход дела. Есть ли возможность защитить себя от недобросовестных юристов? Попробуем выяснить. Мы с Женой в июле месяце нынешнего года заключили договор с ООО Юридическое бюро правовой защиты в лице директора Мартыненко Дениса Владимировича на приватизацию нашего земельного участка и оформление регистрации на данном участке. С июля месяца на сегодняшний день он не составил, не заключил с нами доверенности на проведение каких-либо действий и не сделал ни одной бумаги, не подготовил по данному делу. Когда мы решили с ним разорвать отношения, он отказывает и вернуть деньги, которые мы внесли в сумме 25 тысяч, он отказывается возвращать нам эти деньги. По словам Игоря, на звонки юрист не отвечает. Общается исключительно через СМС. По СМС он каждую неделю, то сначала позвоните мне 1 декабря, то во вторник, то в пятницу. В итоге, когда мы ему звоним, он снова не берет трубку и отписывается СМС к ней. Сегодня он конкретно нам написал денег нет. Если вы будете принимать какие-либо действия, то вы вообще ничего не увидите. Тем не менее, Егошин обратился в полицию. Но возбуждение уголовного дела по факту мошенничества ему отказали. В ходе проведенной проверки нами был опрошен директор данного бюро, который пояснил, что действительно такой факт имел место быть и обязуется исполнить свои обязательства в полном объеме, либо вернуть денежные средства. Но в силу ряда причин данные обязательства директором и, соответственно, работниками его организации выполнены не были. В ходе проведенной проверки состава преступления в действии данной организации, пока в действии директора установлены не были. Организация реально существует, реально проводятся какие-то определенные сборы документов. Также оформляются те или иные правовые акты. Как нам удалось выяснить, Игорь Егошин не единственный клиент, который недоволен работой данной юридической конторы. По весне было заявление по аналогичному факту, но также не успел выполнить просто установленный законным срок, как пояснил директор. Также была проведена проверка в установленном законном порядке. Материал принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал проверен. Законность данного материала принятого решения была проверена, подтверждена прокуратурой города. Материал проверки утвержден. В деятельности данной организации также не были установлены признаки состава преступления. Вот так. Но опускать руки не стоит. Есть шанс отстоять свои права в суде, куда я и рекомендую обратиться пострадавшим. Как уберечь себя от действия или бездействия юристов, и на какие положения в договоре стоит обратить особое внимание, расскажу после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте. В студии Кристина Жмурко. Получение места для ребенка в детском саду – всегда радостное событие у родителей. Но иногда оно омрачается рядом трудностей. В этом году моему ребенку исполнилось 5 лет и 8 месяцев старшему. Я получила детский сад рядом с домом «Мутиное гнездышко». Это по проспекту Пролетарский. И через месяц мне сразу дали следующему ребенку детский сад. Они у меня через год родились. Я получила детский сад по улице Держинского. Это очень далеко. И когда я завожу ребенка старшего в детский сад «Мутиное гнездышко», который рядом с домом, и когда я его завожу, дальше я еду в другой садик с ребенком. Я приезжаю к 9 часам. Я всегда опаздываю. В 4 часа вечера мне надо уже ехать за детьми в детский сад, чтобы я хотя бы успела их до 7. При распределении мест в дошкольных учреждениях ребенку дают место в садике, расположенном ближе к дому. А адрес места жительства указывают родители в своем заявлении. В этом же заявлении родители указывают, что если в период, когда ребенок стоит в реестре нуждающихся в услугах дошкольного образования, меняется адрес, то родитель должен своевременно в течение 5 дней информировать об этом управлении дошкольными образовательными учреждениями, чтобы мы могли внести эти изменения. В семье Елены такая ситуация получилась, потому что количество мест в дошкольных учреждениях ограничено. Впрочем, как и самих детских садов, особенно в некоторых микрорайонах. Второй ребенок этой семьи получил направление в детский сад в период до укомплектования. Для второго ребенка было предоставлено место там, где было место данной возрастной группы. К примеру, в детском саду «Ручеек» – одна подготовительная группа. Соответственно, не все дети этого возраста, проживающие рядом с садиком, смогут попасть в него. Им будут предложены детские сады, которые находятся в непосредственной близости к их месту проживания. Но если и там тоже мест не хватит, то, соответственно, в тех детских садах, где будут свободные места этой возрастной категории. В настоящее время проблема в семье «Трубчик» решена. Оба ребенка будут посещать детский сад «Утиное гнездышко», который находится рядом с домом. Родители, если вы стоите в очереди на получение места в детском саду, то в случае переезда не забывайте вовремя письменно уведомлять управление дошкольными учреждениями о новом адресе. Помните, за свои права вы должны бороться. К нам в программу обратились сразу несколько сургутян с жалобами на юристов. В случае Игоря Егошина нанятый специалист просто бездействовал и не выполнил в установленный срок свои обязательства. Но состава преступления по факту мошенничества в действиях юриста полицейские не выявили. Так неужели адвокаты – защитники прежде всего собственной выгоды? В этом уже не сомневается Сергей Максименко, который доверился юристу и теперь жалеет об этом. В 2010 году он обратился в пенсионный фонд для начисления пенсии. Пенсию ему начислили, а вот северный коэффициент в ней не учли. Я обратился в суд, потому что у меня 22 года северного стажа, и общего стажа 38 лет. Я обратился в суд. В суде мне тоже отказали. Значит, ссылаясь на то, что статья 30-е пенсионного законодательства огласит о том, что не находясь на севере в 2002 году, я не имею права пользоваться льготами. Сергей обратился за помощью к адвокату. Я заплатил ему 40 тысяч за это дело, но он не подсказал. В общем, остался я без ничего, и там можно обжаловать. Значит, я заплатил 20 тысяч. И он говорит, это дело можно выиграть, значит, коэффициент северного, стаж большой. Я, значит, заплатил 20 тысяч и пришел к нему, говорит, вы доплатите еще 20, потом мы займемся вашим делом. У меня заплатил еще 20. Значит, когда дело мы проиграли, я пришел к адвокату, потому что составить исковое заявление и поприсутствовать в суде на гражданском деле, значит, 40 тысяч, мне кажется, показалось это много. Я написал заявление, мне было отказано выплатить даже 50 процентов. Я ему и позвонил, неоднократно он даже топочку не берет. Ну, потому что, наверное, все-таки человек рассчитан на то, чтобы не защищать, а приобщаться. Деньги Сергею так и не вернули. Северную надбавку к пенсии он тоже теперь получать не будет. Говорят, без хорошего адвоката любое правовое поле минное. А как определить, что нанятый вами специалист действительно заинтересован, представлять прежде всего ваши интересы? Сначала соберите информацию о юридической конторе или адвокате через знакомых друзей информационные сайты. Обратите внимание на стаж работы и отзывы клиентов. Попросите у юриста документы. Если это адвокат, то у него должно быть соответствующее удостоверение, а значит, его деятельность регулируется законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, кодексом профессиональной этики адвоката. В случае некачественно оказанной помощи вы сможете обратиться к квалификационную комиссию адвокатской палаты Югры. Если обращение состоялось по договору вне адвокатское образование, то есть любые юридические организации и предприятия, которые оказывают юридические услуги, то здесь уже спор о качестве оказания услуг будет разрешаться только в суде. Если вы определились с выбором юриста, необходимо составить договор, регламентирующий ваши отношения. Во-первых, самое главное – это тот объем услуг, который должен оказать исполнитель своему доверителю по этому соглашению и договору. Четко прописывается консультирование, четко прописываются документы, которые должна составить сторона, представительство в суде, в каких инстанциях, представительство перед государственными органами, на каких этапах. Во-вторых, если все-таки сторона потом предъявляет претензии, то в случае обращения к адвокату она имеет возможность сверить с этим предметом соглашения и договора объем поручения, что было выполнено, а что нет. Особое внимание обратите на стоимость оказываемых услуг. Нельзя в соглашениях отражать пункт о том, что если заказчик отказывается от дальнейшего сотрудничества по соглашению, то сумма остается у адвоката. Это недопустимо. То есть в любом случае действуют нормы гражданского кодекса о том, что денежные средства подлежат возвращению, но за вычетом стоимости того объема работ, который был выполнен реально. Это нормативно урегулировано в разъяснениях адвокатской палаты округа. Кроме того, вас должен насторожить тот факт, что адвокат гарантирует победу в процессе с конкретными результатами. Как говорят в нашей профессиональной среде, адвокат, который гарантирует результат, это мошенник, потому что не он принимает решение. Соответственно, давать гарантию он не вправе. То есть решение в перспективе должно быть примерно таким. Но никаких гарантий или обещаний адвокат давать не вправе ни в коем случае. Если вы считаете, что адвокат некачественно выполнил свою работу, можете обратиться к президенту адвокатской палаты Ханты-Мансийского округа. После этого проводится по поручению президента дисциплинарная проверка в отношении конкретного дела, конкретного адвоката, насколько качественно была оказана услуга и насколько активно ввел в защиту или представление интересов адвокат. Ну и, соответственно, делается вывод квалификационной комиссии, выполнил ли адвокат принятые на себя поручения от доверителя, либо нарушил, может быть, кодекс профессиональной этики или законодательства об адвокатуре, либо не нарушил ни того, ни другого. И тогда дисциплинарное производство прекращается. Если же нарушение доказано, то адвокату могут вынести замечание или предупреждение. В случае систематического невыполнения взятых на себя обязательств наказание может стать лишение статуса адвоката и запрет на занятие адвокатской деятельностью, а также исключение из реестра адвокатов. Данный вопрос, он достаточно глобальный. Сейчас как раз подписана концепция реформирования Института оказания юридической помощи в Российской Федерации в связи с тем, что именно квалифицированную юридическую помощь необходимо ставить на профессиональную основу и особо урегулируется законодательством деятельность бизнес-адвокатуры. И сейчас обсуждается активно слияние бизнес-юристов и адвокатов в единую конгломерат юристов, которых можно будет контролировать именно по вопросу качества оказания юридической помощи. Законопроект находится сейчас в разработке в Министерстве юстиции, ну и мы еще будем впереди много с этим сталкиваться. Хочется верить, что реформирование Института оказания юридической помощи сможет изменить ситуацию к лучшему. Вы смотрели программу «Книга жалоб». На сайте телерадиокомпании «Сургут интерновости» можно пересмотреть любой из наших выпусков, оставить свои замечания, жалобы и предложения. А я напоминаю, что ваши права заканчиваются там, где начинаются права других. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова